КИНДОМ АНДЕФАЕР КИНДОМ АНДЕФАЕР Любопытно, в отличие от своих предшественниц, Kingdom Under Fire Circle of Doom не является стратегией в реальном времени. Разработчики захотели поэкспериментировать с жанрами и остановили свой выбор на ролевом экшене. Тебе придется сразиться с полчищами монстров, атакующих со всех сторон. Благодаря современным технологиям на экране смогут одновременно присутствовать тысячи отвратительных чудовищ. В Circle of Doom также будет кооперативный режим прохождения, поддерживающий до четырех игроков. Legend of God Недавно малоизвестная гамбургская студия Master Creighton анонсировала ролевой экшен Legend of God. Как обычно, разработчики самоуверенно заявили, что их игра с легкостью уделает и знаменитую серию Diablo и недавнего любимца публики Titan Quest. Честно говоря, мы уже подустали от пустого похвальства, однако случай с Master Creighton исключительный. Немцы привлекли к разработке своего проекта весьма уважаемых в игровой индустрии людей. Так, сценарий Legend of God пишет Сьюзина Коннор, приложившая руку к сюжетам Dungeon Sinch 2 и еще не вышедшего шутера Years of War. Главным художником проекта стал Пул Кэмпион, участвовавший в создании кино-саги «Властелин колец». Кстати, именно он нарисовал Барлога для первого фильма трилогии. Пока об особенностях Legend of God известно немногое. Главный герой движет местью и убивает каждого, кто встает у него на пути. На прилавках магазинов эта фантазийная игра должна появиться весной будущего года. Medieval to Total War До выхода стратегии Medieval to Total War остались считанные дни. Релиз игры намечен на середину ноября и, судя по всему, выйдет точно в срок. Если ты по непонятным причинам услышал о Medieval to совсем недавно, самое время посмотреть видео из игры. Легкий шок гарантирован. Игра создается на значительно улучшенном движке ROM Total War и выглядит почти безупречно. Разработчики увеличили в два раза качество текстур и количество полигонов. Кроме того, достаточно присмотреться к воинам повнимательнее, чтобы понять, армии клонов больше не существует. Движок на ходу моделирует внешний вид солдат, собирая каждого словно из деталек конструктора. Теперь в любом отряде не найти двух идентичных солдат. События, показанные в игре, охватывают 450 лет. Чего только не произошло за это время. И крестовые походы, и монгольское нашествие, и открытие Америки. Да-да, нас ждет путешествие в новый свет. Правда, сразиться с ацтеками можно будет не раньше, чем особое открытие позволит путешествовать через океан. Парабеллум. На выставке Games Convention немецкая студия Acony Games познакомила публику с тактическим шутером Парабеллум. Если честно, концепция игры никого не удивила, поскольку перед нами всего лишь высокотехнологический клон Counter-Strike. В Парабеллум есть город, состоящий из 12 непохожих друг на друга районов. Есть отряд Delta и, конечно же, есть террористы. Последние, как водится, закладывают бомбы и всеми силами мешают спецназовцам предотвратить взрыв. В Парабеллум было бы все очень плохо и скучно, если бы не движок, на котором создается игра. Студия Acony Games не поскупилась и приобрела Unreal Engine 3. Благодаря сверхмощному движку, проект немецкой компании обзавелся неким шармом. В Counter-Strike очень не хватает тотальной разрушаемости объектов, а в Парабеллум можно взорвать или разломать практически все. К тому же, рикошечащие об стену пули добавляют геймплей неожиданности. Кстати, разработчики сами признают, что их игре не хватает оригинальности. Однако, по их мнению, качественная реализация чужих идей позволит Парабеллум быть востребованным. Студия Acony Games намерена привлечь к работе над проектом множество известных киберспортсменов и обещает учесть все их рекомендации. Вполне возможно, компания действительно сотворит тактический шутер твоей мечты. Впрочем, пока у Парабеллум нет даже официального издателя. Релиз игры ориентировочно, намерен на 2007 год. Fantasy Star Universe Fantasy Star Universe — новая игра из необычно популярной в Азии ролевой серии. Пока вышла только японская версия игры, а английский вариант следует ждать в конце года. Впрочем, и от разницы в датах релизов иногда есть польза. Дело в том, что выход Fantasy Star Universe в Японии ознаменовался большими техническими проблемами. Игра появилась на прилавках магазинов сразу в двух вариантах — для персональных компьютеров и для приставки PlayStation 2. Несмотря на наличие однопользовательской компании, Fantasy Star Universe справедливо считается онлайновой ролевой игрой. Только в онлайне можно по-настоящему ощутить всю прелесть новой фэнтези-вселенной, придуманной компанией Sega. К сожалению, попробовать многопользовательский режим не удалось почти никому, так как вскрылось множество технических проблем. Соединение без причин нарвалось. Игра часто зависала, а после перезагрузки выяснилось, что данные персонажи либо повреждены, либо утеряны навсегда. В конце концов, компании Sega пришлось на несколько дней отключить все сервера Fantasy Star Universe. Специалисты объяснили неполадки большой популярностью игры, трафик превзошел все ожидания и оборудование не выдержало. Чтобы подобное не повторилось, были подключены дополнительные сервера. В качестве компенсации за неудобства владельцы копии Fantasy Star Universe получат месяц бесплатной игры. Будем надеяться, что Sega исправила все допущенные ошибки и выпуск английской версии пройдет гладко. Rayman Raven Rabbits Новая игра талантливого гейм-дизайнера Мишеля Анселя, Rayman Raven Rabbits, одновременно выйдет на 10 разных платформах. Сюда входят консоли старого и нового поколений, карманные приставки и, конечно же, наша любимая персоналка. Выпустить сразу 10 версий одной игры – задача не из простых, а поэтому недавно пошли слухи о том, что в 2006 году Rayman Raven Rabbits появится только на Nintendo Wii. Однако компания Ubisoft категорически опровергла слухи о задержке. Забавная зверюшка Rayman еще до начала зимы порадует тебя своими новыми приключениями. Кстати, разработка PC-варианта Rayman Raven Rabbits поручена болгарскому филиалу издательства Ubisoft. Студия в Софии была открыта лишь несколько месяцев назад, и по забавному стечению обстоятельств костяк новой компании составили граждане Румынии. Сейчас в студии работает около 60 человек. Мишель Ансель лично помогает румыно-болгарской бригаде обучать Рэйма на работе на персональном компьютере. Год назад компания Nemco прикупила права на разработку издания игр по мотивам комиксов Peanuts. Сумма соглашения не разглашается, зато известно, что продлится оно до 2010 года. Какие еще Peanuts, возможно, спросишь ты. В 50-х годах 20 века художник Чарльз Шульц создал комикс Peanuts, который вскоре еженедельно публиковался в сотне газет по всему миру. Героев Шульца любят и сегодня. Невезучего Чарли Брауна ты вряд ли вспомнишь, а вот собаку-письмиста по имени Снупи просто не можешь не знать. Кстати, именно Снупи стал главным героем незамысловатой леталки Снупи vs. The Red Baron. Игра, которая должна выйти в конце года, предназначена для самых юных геймеров. Аркаду, действие которой разворачивается во время Второй мировой войны, можно описать одним эпитетом — симпатичное. В ней элементарное управление и простейшие миссии. Поэтому, если ты не знаешь, что подарить младшему братику на день рождения, можешь со спокойной совестью купить ему Снупи vs. The Red Baron. Стрэнглхолл. В 1992 году гонконгский режиссер Джон Ву снял фильм «Круто сваренные». Ныне считающийся классикой боевиков. Главный герой этой картины, инспектор Текила, боролся с мафией всеми доступными средствами. Реализмом в боевике даже не пахло, но зато, как красивы были перестрелки. Всего на протяжении двух часов, что идет фильм, было убито 307 человек. И игроделам, и киношникам есть чему поучиться друг у друга. Разработчики из финской студии Remedy не скрывают, что во время создания шутера Max Payne черпали вдохновение из фильмов Джон Ву, а не так давно гонконгский режиссер и сам начал делать игры. Вместе с издательством Midway он сейчас занят шутером Стрэнглхолл, по сути являющимся сиквелом к боевику «Круто сваренные». Проект разрабатывается на движке Unreal 3, а инспектор Текила озвучивает актер, сыгравший его роль в кино, Чо Юн Фат. Стрэнглхолл должна была появиться под Рождество, однако разработка затянулась. Новая дата релиза — первый квартал 2007 года. Warhammer 40 000 Dawn of War Второй аддон к популярной стратегии Warhammer 40 000 Dawn of War недавно поступил в магазины и очень хорошо продается. Несмотря на очередной успех, студия Relic Entertainment не собирается делать третье дополнение. Аддон Dark Crusade познакомит нас с двумя расами — технарями Тау и зловещими мертвяками Некронами. Теперь в игре представлены все семь фракций вселенной Warhammer 40 000. Разработчики считают, что им больше нечего добавить. И действительно, пора уже заняться полноценным секрелом. Assassin's Creed Сначала экшен Assassin's Creed был анонсирован как эксклюзивный проект для PlayStation 3. Чуть позже стало известно, что версия для PC также находится в разработке. А совсем недавно компания Ubisoft сообщила, что не оставит без Assassin's Creed владельцев консоли Xbox 360. Что ж, желание издателя охватить как можно более широкую аудиторию вполне понятно. Ведь разработчики обещают познакомить нас ни с чем иным, как с геймплеем нового поколения. Assassin's Creed — первая часть задуманной трилогии. Действие игры начинается в 1191 году, во время третьего крестового похода. Главный герой Assassin's Creed по имени Альтаир — искуснейший убийца. Он мечтает остановить войну, вот уже которое десятилетие продолжающуюся на его родной земле. Чтобы добиться мира, Альтаир решает убить ключевых военачальников враждующих армий. Студия Ubisoft Montreal, занятая сейчас Assassin's Creed, хорошо тебе знакома по экшен-сериям «Принцов Пёша» и «Сплинтэссер». Именно из них разработчики черпают вдохновение. Помимо яркой боевой системы и поощрения скрытности, в проект добавлена свобода перемещения в игровом мире и нелинейность прохождения сюжетной ветки. Выполнить задания можно десятком способов, начиная с самых грубых и опасных и заканчивая тщательно спланированными бесшумными операциями. Как ты будешь добиваться поставленных целей, зависит только от тебя. Релиз Assassin's Creed намечен на первый квартал будущего года. Мы очень надеемся, что игра выйдет в срок. Star Wars Empire At War Стратегия Star Wars Empire At War не стала революцией в жанре, но была тепло встречена как критиками, так и геймерами. В принципе, это неудивительно, ведь игра разработана студией Петроглиф, которая возглавляет ветераны индустрии, прославившие свои имена серии Command & Conve. Талант, как говорится, не пропьешь. Вот у Петроглиф получилась весьма неплохая игра. Успех Star Wars Empire At War привел к появлению аддонов в Process of Corruption. Спросишь, что интересного ждет в дополнении? Вот тебе краткий перечень. 13 новых миров, 40 новых юнитов, а также криминальная фракция, освоившая технологии, неизвестные не только повстанцам, но и даже империи. Собственно говоря, сюжет аддона посвящен преступному миру. Нам предлагают проследить за историей некого Тайбера Зана, амбициозного уголовника, мечтающего стать круче, чем Джаббахат. Действие игры разворачивается вскоре после событий 4-го эпизода «Звездных войн», также известного под названием «Новая надежда». В одной из главных миссий Тайбер Зан вместе с приятелями будет летать вокруг обломков Звезды Смерти, высматривая, чем здесь можно поживиться. Криминальная фракция всегда и всюду действует своими методами. Преступники подкупают нужных чиновников, осуществляют саботаж на базах врагов, умеют прятать свои звездоледы в астероидных полях, в общем, развлекаются по полной. Поэтому, если хочешь угнать корабль Дарта Вейдера или лично познакомиться с Йодой, не пропусти «Forces of Corruption».